При этом привлек всю свою команду, которая у него будет, постоянной командой, это и оператор, это и актер, в данном случае актриса Лина Бауэр, это его дочь, и такая была на самом деле очень сплоченная команда, что видно на экране. Второй фильм, который мы посмотрим, про него мы, наверное, подробнее поговорим в промежутке между фильмами, там у нас будет такая пауза небольшая, когда вы сможете сходить до ресторана или куда-то, куда вам нужно будет, после этого мы продолжим. То есть так, в общем, чтобы это было и для пианиста проще, ну и в целом для того, чтобы у вас сохранилось ощущение разницы от первого и от второго фильма, чтобы подчеркнуть эту разницу. Второй фильм, называется «Шахматная горячка», он в 1926 году, был снят, то есть почти 10 лет спустя, после этого фильма, даже получается, да, 11 лет спустя, и его снимает другой великий режиссер отечественного кино, зовут его Вселтей Ильич Пудовкин, в принципе, со своим фильмом под названием «Мать» и другой своей картиной под названием «Буря над Азией» или «Потомок Чингисхана», он у нас традиционно входит в десятку лучших фильмов всех времен и народов, вместе с броненосцем Потемкиным, вот эта самая «Мать Пудовкина», у меня студентка сказала как-то лет 5 назад, что да, есть такой фильм «Мать Пудовкина», я говорю, да, вы уверены, что это так называется? Ну да, вот у меня записан конспект, что «Мать Пудовкина», а режиссер кто? А режиссер Анатолий Головня. На самом деле оператор, великий оператор уже с этого фильма «Шахматная горячка», работавший с Пудовкиным, действительно, Анатолий Головня, он долгое время возглавлял в ГИХ, например, был действительно очень строгим преподавателем, высококлассным оператором, со своими, правда, некоторыми перекосами, вот, в любом случае режиссером фильма «Мать» оставался Пудовкин, а оператором был Анатолий Головня. Вот как раз Пудовкин для нас, к сожалению, имя не слишком известное по сравнению с тем же Эйзенштейном и его броненосцем Потемкиным, хотя в киношколах мира до сих пор продолжают учить кино, так сказать, уже хрестоматийно, на примерах из фильма «Мать Пудовкина» и его же фильма под названием «Потомок Чингисхана». Если за основу своей картины «Холодные души» Бауэр берет «Вадевиль», и это такое традиционное для вдохновения комедиографа место, где можно брать сюжеты, где можно брать героев готовых и прочее, то вот как раз по этому пути совершенно точно решил не ходить Пудовкин, и он для себя придумывает ситуацию, как бы взятую из жизни. Более того, он врезает в свой фильм «Шахматная горячка» фрагмент реального шахматного турнира, который проходил в Москве, и вы его увидите в самых первых кадрах, причем это будут действительно документальные съемки, плюс к этому здесь вы увидите Капабланко, которого, я не знаю, видел кто-нибудь когда-нибудь, если вообще с шахматами кому-то приходилось сталкиваться, его как-то вот очень мало сохранилось, съемок, по крайней мере, я вот не сталкивался особо с возможностью увидеть его в съемке хроникальной хотя бы и прочее. Здесь он будет, причем он будет как герой, выступать в качестве героя картины. Уникальным образом здесь соединяется игровое и документальное кино, и причем это была действительно установка советского киноавангарда 20-х годов. Если Бауэр в «Холодных душах» уходит от реальности, причем чем дальше развивается сюжет, тем больше это происходит, поскольку это водевиль и это комедия положений, по сути дела, то положений невероятных там становится с развитием действия все больше и больше, это все смешнее и смешнее становится. Но в итоге, на самом деле, Бауэр Кэш тоже оказывается связан с реальностью. В общем-то, это о жизни дореволюционной достаточно все-таки беззаботной царской России, которая в тот момент переживала, конечно, и находилась страна в состоянии войны, Первая мировая война шла, и вроде бы должны были быть там ощутимы какие-то экономические кризисы. Нет, на самом деле, вот та часть общества, о которой этот фильм, такой салонный достаточно комедийный фильм, она, конечно, об этом, обо всем скорее так опосредованно судила и жила по-прежнему той жизнью веселой, беззаботной и достаточно активной, которая и жила до войны, например, до начала Первой мировой войны. Вот здесь как раз и показано, что этот хаос, неразбериха, милые нелепицы, которые сопровождали их жизнь, в итоге эту жизнь превращают в такой полный сумбур, так скажем. То есть они тут доведены до абсурда и показывают, что, в общем, жизнь это во многом комедия абсурда. Вот, так что какая-то связь с жизнью, конечно, была и у Бауэра, но для Пудовкина, уже после революции, пришедшего в кино, эта связь была принципиально важна и она была совершенно другого качества. Он начал работать в кино как ученый, тут поэтому не случайно, чтобы в Доме ученых, наверное, это все показывали. Он был химиком, пострадавшим от химической атаки, когда ушел на войну рядовым. Он попал в химическую атаку и стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь. При этом свой первый фильм он снял документальный вместе с доктором Павловым, и это была механика головного мозга. Вот эта увлеченность документальностью в кино у него сохранилась, и любовь к точности в передаче фактуры, деталей и прочего она у него была. Что бы он ни снимал, историко-биографические фильмы в 40-е и 50-е годы, или, скажем, уже такое правильное сталинское кино в 30-е годы, которое, надо сказать, что у него не получалось таким, как его хотели видеть в 30-е годы, но вот как раз подлинность в этих фильмах, как ни странно, Пудовкин все-таки сохранял. Вот. Ну и если первая картина «Холодные души» она о неподлинности существования этих героев, о ложности их положений, то вторая картина о уходе от реальности, о столкновении этого вымышленного мира, увлеченное сознание человека, увлеченное игрой в шахматы, наукой или еще чем-то, от мира может отойти очень далеко, а реальность все-таки всегда свое берет, и реальность это очень важно, и к реальности нужно возвращаться, и, собственно, это та роль, которую и берет на себя Капа-Бланка. Вот так немножко забегая вперед, можно резюмировать этот фильм, его сюжет. Таким вот образом, значит, сегодня у нас, к сожалению, Кирилл Паснов не смог приехать, он готовится к завтрашнему концерту, пианист наш, что приходите завтра в музыкальный салон послушать его, если кто-то из вас мог его слышать на предыдущих наших показах. А сегодня будет у нас Валентина Смирнова за роялем, давайте мы ее поприветствуем. И надеюсь, что как раз все эти невероятности настоящей эксцентрической комедии, пусть и в диаметрально противоположных стилях снятой, Валентине удастся хорошо передать. Валентине удастся хорошо передать. Валентине удастся хорошо передать. Диагональная композиция кадра, такая очень типичная для Бауэра, который старательно устраивает кадр в глубину. Здесь как раз видно, что всегда есть у него третий план, причем третий план оживленный деталями. Там у нас лежат люди на кушеточках. Такое первое невероятное положение. Сколько все-таки это комедия положений. Субтитры создавал DimaTorzok Такой классический пример Бауэровского кадра. Он выстроен не только в глубину, за счет чего приобретают объем, но он еще и выстроен архитектурно в высоту. Вот видите, тут есть элемент архитектурной конструкции, лестница. Здесь замечательно второй план от третьего отделен не только лестницей, но и еще и вот этими вазонами, спальпами. Все это пышно украшено, но при всей пышности эти украшения очень точно распределены в кадре, а каждая из них скрывает осветительный прибор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы обратите внимание на цветочки, то цветочки подсвечены отдельно, то есть это тоже такой был элемент украшательства, ну а вся мизансцена развивается в глубину кадра. Так что при кажущейся простоте сюжета техника Бауэровского фильма она была весьма изощренной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова подчеркивается диагональ, например. Тей самой ширмой, которую он вытаскивает. Диагональ обозначает перспективу, глубину кадра добавляет знаменитые бауэровские шторки, которыми он отделяет. Второй план от третьего плана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Белый цвет тоже всегда привлекал Бауэрова. Там сочетается белая рубашка, белое постельное белье. Эти замечательные кружевные варианты белого одеяния ночного, с оборочками. Добиться такой красоты белого цвета на экране, пожалуй, что больше никому не удавалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, а тут как раз хорошо видно, что, в принципе, какой-то такой основной тип актерской игры в комедии, он очень мало изменился, в отличие от драмы, он очень мало изменился, в отличие от драмы, психологической драмы. В комедии по-прежнему играют на тех же самых приемах, они хорошо считываются, они до сих пор смешат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая более консервативная получается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Как видите, предметный мир в кадре, он очень такой насыщенный. Создает ощущение... Такой вот своеобразной сдавленности этого существования. То есть вот вмещаться в такой мирок, где главными остаются вещи, вещи. Такой маленький, компактный. Особенно хорошо это будет видно во второй половине фильма. И все-таки это 14-й год. Герои периодически обращаются к камере. То есть выходят на первый план. И как бы так играют, обращаясь к зрителям. Что все-таки выглядит действительно наивным. При том, что, повторяю, камеда как таковая, по стилю актерской игры не особенно устаревает. КОНЕЦ 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 Вот, как вы понимаете, судебным приставом и оказался тот самый тесть. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»